3 декабря 1794 года. Начало пустынножительства преподобного Серафима Саровского. Преподобный Серафим Саровский в 35 лет, проведя почти половину жизни в Саровском монастыре, был уже достаточно подготовлен к трудному подвигу – жизни в уединенной пустыне. 3 декабря 1794 года он удалился в келью, расположенную в шести верстах от обители, в дремучем лесу. Рядом с пустынькой был пчельник и небольшой огород, где старец много работал, выращивая для себя овощи. Приходя в монастырь по воскресным дням, он брал с собой только черный хлеб. Со временем батюшка и хлеб перестал брать от обители. Все удивлялись, чем же он питается. Только в конце жизни старец открыл тайну. Ты знаешь, траву сныть. Я рвал ее, да в горшочек клал. Немного вольешь, бывало, в него водицы, и поставишь в печку. Славное выходило кушанье. А где же вы ее зимой брали? – спросили отца Серафима. На зиму я с нитку сушил и этим одним питался. В пустыне преподобный непрестанно молился, каждый день читал Евангелие и Псалтырь. О его внутреннем преображении и соединении его души с Творцом мы можем лишь догадываться. В виде смирения и духовную силу отца Серафима злой дух подвергал подвижника разным искушениям и страхам. Дьявол вселил в его сердце уныние. Но старец не сдался. Он взял на себя еще более трудный подвиг – столбничество. Тысячу дней и ночей молился отец Серафим, стоя на гранитном камне, воздев руки к небу. Делал он это тайно, так, чтобы ни одна человеческая душа не знала об этом. О чем молился старец? Просил помощи Божией, чтобы выдержать все испытания. Как истинный воин Христов молился и за весь мир, за каждого из нас. Только в конце жизни батюшка Серафим рассказал о своем стоянии на камне. «Это свыше сил человеческих», – заметил кто-то. «Святой Семен Столбник сорок семь лет стоял на столбе. А мои труды похожи ли на его подвиг?» – ответил старец. «Одна из частей камня до сих пор хранится в Серафим-Одивеевском монастыре, в обители, которую строил преподобный, и где он почивает ныне своими мощами». Субтитры создавал DimaTorzok